Это по-настоящему год больших перемен, а в первую очередь выборов. Выборы президента в США и выборы в Европарламент становятся основной темой внутриполитической истории всех тех стран, которые в этих выборах так или иначе принимают участие. И в связи с этим возникает очень сложная ситуация, ну в частности для Украины, которая жизненно нуждается в западной помощи для того, чтобы отстоять свою независимость в связи с жестокой российской агрессией. И при этом же мы слышим постоянно какие-то невнятные скандалы. В частности, например, Европарламент оштрафовал на 1750 евро депутатку Европарламента от Латвии Татьяну Жданок за связи с ФСБ. То есть связь с ФСБ, со спецслужбой недружественной страны обходится в средний европейский оклад. Вот. Потом. Опубликованы некие мемуары. Значит, это написал Гардиан. В то время, когда Дональд Трамп был президентом США, он считал, что Украина должна быть частью России. Пишет в своей книге бывший советник Трампа Фиона Хилл. Он действительно не мог понять, что Украина независимое государство, говорит репортер New York Times Дэвид Сангер. И это означает, что взгляд Трампа на Украину, по сути, идентичен взглядам Владимира Путина. Мы видим, что, скорее всего, Европарламент наладнен различными агентами, которые имеют связи с ФСБ. А фаворит президентской гонки в Америке, по большому счету, относится к Украине так же, как и Владимир Путин. Он просто не понимает, чем отличаются Липецк и Краматорск. Какие риски для глобальной безопасности несут вот такие перемены? Ну, как бы, Трамп уже был президентом. Да. Но, как бы, и что? Да, ничего. Дело в том, что, конечно, мы говорим о демократических странах. Там президент, президентом, но есть другие институты, там всякие, которые важны. И президент не действует один. И какие у него там взгляды, не имеет никакого значения, потому что принимать все решения. Но вот такого отрешения, о котором договорил, как бы, не приняли. Так что, понятно, что, надо сказать, что, когда все-таки Трамп стал президентом, он не был особо опытом глобальной политики. Этот опыт, конечно, у него появился за 4 года. После всех переговоров с этими Путинами, Кимами, Сизимпинями, он стал уже что-то понимать, как бы. А что он, как бы, стал понимать? Он стал понимать, что, конечно, он может, как бы, играть по дудке, как бы, Путина, Кима, Сизимпиня. Но тогда он превышается маленького такого незначительного, как бы, человека. А он же хочет у нас быть, как бы, таким большим человеком, который все решает. Поэтому, конечно, видите, политик и поменялся. Видите, все-таки оказалось, что НАТО нужна. Потому что НАТО – это, как бы, сила в Соединенных Штатах Америки. Отказаться от этой силы – это, значит, становится меньше, конечно, как бы, незначительнее. Это не для Трампа. Это не для Трампа. Поэтому Трамп вот так и говорит. Конечно, знаете, когда я бы был президентом вместо Обама, то бы никакого там не было такой ситуации, чтобы Путин собрал бы Крым и это самое. Он заговорил, он говорил это. Так что, видите, реальная политика отличается от того, что люди думают иногда или что-то несет. Кроме этого, есть фактор времени, конечно, там, или фактор, скажем, выборов. У меня есть какие-то избиратели, которые вот так думают. Тебе что-то такое болтнул, как бы, там. А когда стану президентом, я уже это не вспоминаю. Так что не надо думать, что когда Трамп, может быть, еще раз будет президентом, что будут какие-то там большие изменения внешней политики Соединенных Штатов Америки. Наоборот, в связи с амбициями, есть возможность, как бы, что, как бы, будет больше возможностей конфликта между Путиным и Трампом. Вот что может быть. Не забудьте, как ловко Трамп там расстрелял Сирии, домогавками этот сирийский режим. А люди это забыли. Они ничего не помнят. В России считают, что триумфально сирийский режим победил Путин, потому что потом в Пальмире был концерт классической музыки, где Гергиев там дирижировал за пультом. Поэтому российское глубинное общество, оно искренне считает, что Сирию победил Путин. Потому что тоже свои герои есть. Это вам за пацанов, работайте братья. Ну вот Асад точно победил. А Путин, как бы, вот я не знаю. Но вот еще мы знаем, что победил, как бы, Иран, потому что он сумел туда сунуть свои военные базы, как вы знаете. Но это да, как бы, они-то победили. А что там Россия победила, это еще большой, как бы, вопрос, конечно. Кроме того, что, как бы, там, помните, был такой случай, что Владимир Владимирович решил проверить американцев и приказал Вагнеру захватить одно нефтяное поле, которое было рядом с американской военной базой. Ну, в общем, тогда случилось то, что случилось сейчас с Ираном. Конечно, вся эта Вагнера там, как бы, как бы, как бы, и, как бы, ликвидировали там. Огромными, конечно, человеческими жертвами. Так что, говорить-то о том, что там Путин что-то там выиграл, как бы, это, как бы, слишком тратили, да, как бы, а что там выиграли, как бы, пока вообще, как бы, непонятно. Но, понятно, как бы, конечно, одно, что не надо, как бы, демонизировать этого Трампа. Конечно, это очень странный человек, болтает, черт знает что. Но, когда мы говорим о реальной политике, как бы, такого Трампа нету. Как бы, решения, которые принимаются, все-таки они, в Америке такая вот, как бы, есть такая вот система, что, скажем, договоры, как бы, внешнеполитические по безопасности, они все, как бы, утверждаются Сенатом, скажем. А деньги на мероприятия вообще дает Палата представителей. Ну, Конгресс, ну, прежде всего, там большую роль играет Палата представителей. Даже если он сойдет с ума и полезет к Путину целоваться. Да, ну, тогда ее просто снимают, как бы. Вы помните, такой смешной был случай, это, как бы, это газеты писали, что начальник комитета штабов Соединенных Штатах Америки собрал ядерные эти самые, как бы, коды у нашего дорогого, дорогого Трампа. Потому что читал, что какое-то время, что он, как бы, ведет себя, как бы, не так. Вот так, вот такая вот демократическая общество. Ну, надо напомнить, что импичмент был, процедура импичмента была применена к Ричарду Никсону за то, что внимательно обнаружились связи, что он причастен к прослушке в офисе Демократической партии. Можешь себе представить, чтобы в России кто-то объявил процедуру импичмента за то, что он приказал установить прослушку в офисе Яблока. Ну, это же бред, правильно? Или в любой другой партии. Там они наверняка все слушают и давным-давно. И с него, как с гуся вода. Теперь к следующей теме перейдем. Выборы в Европарламент. Прецедент с Татьяной Жданок, евродепутатки от Латвии, которую за связи с ФСБ, причем по незащищенной электронной почте, как-то так топорно сделано, ее штрафуют на неполных 2000 евро, то есть это средненькая европейская зарплата. Как-то это очень странно. Нет, ничего странного нету. Она такая, так сказать, опытная пропагандистка всяких шовинистических идей, там, русского мира. Они действовали, Латвии такой партии, как Сапщел. Это очень интересная история. Что случилось с этой партией? Она как бы была главная партия русскоязычных людей в Латвии. Но что-то там рядом с ним через какое-то время появилась партия такого человека, как Ушакова, который был и мером Риги, и теперь депутат Европарламента. И как бы значение этой партии довели, так сказать, но не до нуля, но он как бы исчез, как главная сила, которая представляла русскоязычную публику. Что случилось? А вот этой партией именно был штанок. Это такая очень интересная история. Дело в том, что в этой партии, конечно, очень много, конечно, было и людей, еврейская национальность этот Сапщел. И случилась такая, что вокруг них стал крутиться Борис Абрамович Березовский. И, как я понимаю, он дал им деньги, ну, чтобы устраивать там свои хитрые провокации, как он умел это делать. И вот это узнал Владимир Владимирович. Следующий день для него не существовал Сапщел. Он немедленно создал новую русскоязычную партию в Латвии, как бы, и поставил, как бы, там, ставки на эту партию. Так что, вот видите, конечно, Жданок еще сумел себя избрать в аэропарламент. Это правда, конечно. И там он, как бы, сидел там в аэропарламенте. Но, знаете, у меня даже такое впечатление, что все-таки пстят. Пстят этому Жданок, конечно, потому что его связь с Россией, его, так, любовь, как бы, там, всяким савинистическим идеям, конечно, хорошо известно. Ноги к десятке лет. Ничего нового нет. Но зачем такая, как бы, какая-то почта там какая-то там, зачем это все? А если мы имеем в виду, что кто-то мстит, Жданок там из Москвы, то это, как бы, уже становится понятно, почему это, как бы, сделать. Просто непонятно другое. Другое дело, что не надо никаких иллюжий относительно Жданок. Она, как бы, очень плохая. Вопрос не в этом. Ладно, Жданок. Сама прогорела, сама оговорилась, сама спалилась. Ну, конспирацию надо соблюдать лучше. Прятать все-таки. Петлицы НКВД надо прятать под шарфик. А вопрос в другом. Но ведь есть же более расторопные, наверное. И сколько может вот так вот избраться агентов Кремля в Европарламент вот на этого созыва, вот тут совершенно непонятно. И нужно быть готовым к самым неожиданным поворотам этой истории. Учитывая, что правые настроения в Европе начинают доминировать на изоляцию, на защиту собственного фермерского рынка. Теперь, после всех этих протестов, очевидно, что украинское зерно в составе внутренней экосистемы Европы вообще никому не нужно. Потому что оно просто опрокинет цены. То есть, и в связи с этим нужно понимать, что эту тему будут настырно качать. Да, но видите, конечно же возникает вопрос. Где были западные спецслужбы раньше? Но раньше, как бы, они были там, где и все эти миллиардеры и миллионеры Европы. Все хотели зарабатывать. Все хотели крышевать какие-то интересы, чтобы себе копеечку получить. Вот где они были. Вот Германия жалуются. Все, у него, как бы, вся система, как бы, и правительство, и везде напичканы российскими шпионами. А то мы это сами здесь сделали. У меня был такой случай... Еще при Коле, да, я так понимаю. Да, да, да. Ну, как бы, не знаю, когда, но последние годы, там, десятки лет, это просто ужас какой-то. Но приведу один пример, который я точно знаю, как бы. В одном из, как бы, областных администраций, как бы, работал человек на посту, который был связан с российскими спецслужбами. Один прекрасный день, как бы, его коллеги, в удивление, как бы, замечают, что человек собирается в западный, это, Берлин, там, это, Германию, понимаешь. Как бы, не то, что, как бы, а жить. Жить, как бы, работать. Где вы работаете? Вот в каком-то там западном институте, западно-германском институте, там буду работать, понимаешь, там, там, доклады делать, там, так далее, и то подобное. И поехал человек. И работает, как бы, в Германии, как бы, человек, конечно же, сто процентов путинский, связанный с спецслужбами, и так далее. И вы еще спрашиваете, откуда у вас в Германии так много шпионов. Вопрос, а это не доказано, полудоказано, или это формально не является поводом для увольнения? И, видите, но, Боже мой, как бы, вы тоже хотите, как бы, недооценить спецслужб. Человек посылается, и он, как нормальный человек, ничего не делает, никаким спешем не занимается, и его время придет. Ну, просто, в Германии на днях же как раз были задержания людей, которых подозревают в связи с российскими спецслужбами, и оказывается, что они были в поле зрения спецслужб уже давно, потому что с 14 по 16 год они, оказывается, воевали за сепаратистов Донецка и Луганска. Да. А ты подумай. Да, и это не интересовало совсем германские спецслужбы многие годы. Люди с двойным гражданством. Только сейчас, только сейчас они, как бы, открыли глаза. Ай-яй-яй, вот какие люди, ну, аж здесь живут. Но и вы еще удивляетесь, что вот эти люди шпионы. Конечно, они шпионы, они ждали свое время, чтобы заниматься шпионской уже деятельностью. Все, как бы, обычно, классические схемы. Так что, видите, в Чехии теперь раскрыли огромную, якобы, сеть. Что присели, как бы, работают политики, политики работают, европейские, на российскую пропаганду. Боже мой, где здесь новость? Ну, это все, что там, это, они там этим занимаются, знаем десятки лет. Никогда такого не было, и вот опять. Они же это несут там десятки лет. Что-то там только сейчас выросли, что-то там раскрыли, понимаешь. Так что, да, конечно, все-таки западные, там, западноевропейские, прежде всего, но не только и восточноевропейские, как бы, страны, виноваты, конечно, что они долгое время, как бы, сквозь пальцы смотрели на деятельность российской агентуры. Просто, мы же понимаем, почему. Потому что экономические связи были важнее, деньги были важнее, чем, чем это. И за это вот сейчас вы и платите, конечно. В общем, выборы и в, на пост президента Америки, и в Европарламент сулят много интересного, смешного, и, к сожалению, грустного. Мы будем наблюдать за этим вместе с вами. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Свои предложения и замечания выражайте внизу под видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на наши каналы. Будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok